Добрый день всем. Рад быть здесь. Доброе утро. Это стимулированное обучение для разработчиков. Меня зовут Юльем Дуран. Я начну с основных принципов стимулированного обучения. И те, кто не знаком с этой областью, могут интуитивно понять, какого рода проблемы мы решаем, какие у нас есть для этого инструменты, и поговорим немножко о концепциях, для того, чтобы лучше понимать эту область знаний. После краткого введения о основных концепциях, я буду говорить о библиотеках в Питоне, об алгоритмах для стимулированного обучения и о глубоком стимулированном обучении. И если время останется, я немножко поговорю о будущем этого направления и о том, в каком направлении оно развивается. В конце стимулированное обучение – это, на самом деле, обычная проблема машинного обучения, но у нас есть некая шкала, которая показывает нам, насколько успешно работают алгоритмы. И для того, чтобы следить, нам нужно выяснить структуру данных. Стимулированное обучение немножко отличается. У нас нет набора данных и нет функций, нам надо их построить. Это благодаря тому, что называется средой и системой наград. Но подробное объяснение потребует много математики. Вы, скорее всего, заснете, если я буду приводить все формулы. Поэтому давайте каким-то образом сделаем это в игровом формате. Это вот видеоигра Рик. Рик опять погрузился в игры на третий раз на этой неделе. И на самом деле выясняют, что каждый раз, когда он напивается, он делает одно и то же. Единственный способ вернуть его в нормальное состояние – это доиграть до конца и получить наилучший результат. Разумеется, он решает подсоединить игру к компьютеру, и чтобы алгоритм занимался всем этим, чтобы процесс был автоматическим. Для каждой из ярлыков в игре, кроме последнего. И вот на последнем уровне каждый раз меняется, когда Рик включает игру. То есть, следует применять какой-то более общий подход. И вот здесь вот начинается стимулированное обучение. Вот здесь есть различные действия, которые возможны в игре. Вверх, вниз, влево, вправо. Можно подхватить Морти или использовать свою пушку портальную. Но есть еще несколько вещей, которые есть в этой игре. Во-первых, он начинает с произвольного положения на этом поле. Есть какие-то стены, которые нужно обойти, обходить. И вы видите, что Морти, свой Рик, может подхватить Морти. Если он попытается это сделать, когда он не над Морти, или попытается использовать свою пушку, когда он не у портала, случится что-то плохое. Но если он подхватывает Морти и отводит его к порталу, использует свою пушку, то игра кончается, и он возвращается в нормальное состояние. Мы знаем теперь правила игры. Давайте поговорим о пространстве игры. Это математическая структура, которая представляет все разные ситуации, которые можно найти в среде стимулированного обучения. Важно понимать эту концепцию, потому что структура пространства определяет, какого рода алгоритмы можно применять. В этом примере, когда начинается уровень, может случиться разное. Вы можете идти вверх, можете просто бегать, можете двигаться влево, вправо, стрелять, или найти Морти. Вы, конечно, можете использовать свою портальную пушку, но если вы сделаете это, случатся плохие вещи. Так что не рекомендуется. Если мы каждое действие подсоединим к ситуации, то получится что-то вроде вот этого. Вся эта структура, это то, что называется пространство ситуаций, и каждое изображение здесь, это состояние стимулированного обучения, то есть каждая ситуация, которую можно найти в нашей среде. На этом графике состояние составляют ядра, а края — это действия, которые переводят из одного состояния в другое. Вот здесь вот красным — это первоначальное состояние, с чего мы начинаем. И вот зеленым вы видите то, что называется это конечное состояние, которое вы достигаете, когда вы подходите к концу игры. Что здесь любопытно, то, что играя в игру и выбирая серию действий, это эквивалентно тому, что вы проводите путь через все эти состояния. Мы можем видеть различные визуальные представления разных состояний. Например, можно использовать его в виде пикселей, которые видим на экране, или некоторые макритмы. Можем переписать каждому состоянию какой-то ярлык или номер, или можем, в данном случае, выбрать координатную сетку. Вот на этой вот. Она будет показывать последние координаты, которые... А последние координаты будут соответствовать порталу. И вот все эти представления каким-то образом эквивалентны. И можно использовать. Любой из них взаимозаменима. Однако, важно знать, что... О том, каким образом структурирована ваша проблема. И понять, насколько сложны все эти связи между различными состояниями. Секунду. Вот теперь мы знаем механику игры. Нам нужно каким-то образом смоделировать нашу цель. То есть вернуться домой и вернуться в нормальное состояние. Нам понадобится механизм, который позволяет нам численно выразить то, что мы хотим сделать. Так же, как... Это было... Пример. Ну, например. Я вернусь. Вот здесь вот в действие вступают награды. Награды. Это число, которое показывает, насколько хорошо вы действуете. Если мы хотим хорошие награды, то оно должно соответствовать трем основным свойствам. Чем лучше действует, тем лучше награда. Плохие действия должны приводить к отрицательным наградам. Хорошее распределение наград имеет высокую чувствительность. Это значит, что награды часто меняются в зависимости от того, насколько хорошо действует. И в конце концов, следует помнить, что награда – это мгновенное измерение. То есть это значит, что мы мгновенно приписываем какой-то счет нашему действию, а не его последствиям. К сожалению, в настоящем мире большинство игр не соответствует этому принципу. Например, в видеоигре о Рике вы получаете 20 очков за выигрыш игры, за возвращение в нормальное состояние, и получаете минус 10, если вы совершили незаконное действие. В противном случае вы получаете минус 1 за проигрыш. Неважно, насколько вы близки к успешному завершению игры. Другой пример такого распределения наград – это вы не получаете награду за игру ГО. Вы получаете плюс 1 за выигрыш, минус 1 за проигрыш. То есть разброс наград в реальном мире может быть очень большим. Например, вот в этом примере вы не получаете никаких наград за перемещение из одного места в другое, но внезапно вы можете убить там кучу врагов и получить огромную награду за несколько фреймов. И это плохо на самом деле, потому что это влияет на то, каким образом вы учитесь в игре. Но прежде всего мне хотелось бы показать вам, какого рода среда существует в питоне за пределами этих видеоигр. Будем говорить об открытом AI-джим, это знаменитая библиотека, у которой огромное количество сред, и в принципе она уже стандартно стимулирована обучением. Интерфейс, который она обеспечивает, всегда один и тот же, вне зависимости от среды. Какого рода среды мы имеем здесь? Позвольте мне. Итак, пример. Это одна из проблем из классической теории управления. Это проблема баланса. И здесь могут быть другие примеры при принятии решения. То есть это окружение, в котором находится ваша игра. Или, соответственно, вы можете, может быть, окружение, среда, в котором имеются такие роботоподобные фигуры, и их нужно учить различным задачам. Например, учить ходить или прыгать через стену. Но вот что интересно здесь, что у вас имеется достаточно большой диапазон видеоигр. И есть два различных способа для того, чтобы представлять состояние этой видеоигры. Можно использовать RGB пиксель с экрана, либо, или, соответственно, по эндбирин-контейнеру. И как же используется в OpenEye Gym, как используется окружение? Во-первых, нужно создать окружение. Используется метод Gym.Dot. Передовое название окружения. Его нужно сбросить для того, чтобы начать его использовать. И затем вы можете делать разные вещи. Вы можете, во-первых, отобразить окружение, если вы хотите увидеть, как выглядит ваше текущее состояние с соответствующим методом рендеринга. Далее нужно выбрать действие. Используя либо метод обучения с подкреплением, либо случайным образом. Когда вы выбрали действие, вы просто, скажем так, запускаете окружение, и вы получаете четыре элемента. observation, да, наблюдение. Оно содержит информацию о том, как состояние, как представлено состояние окружения. Также вы получаете целую цифру, которая описывает после действия более узкую цифру, которая показывает состояние терминальное или нет. И далее dictionary, в котором содержится дополнительная информация. Например, в некоторых играх этот информационный словарь содержит информацию о том, сколько жизни у вас осталось. Давайте перейдем посмотрим на другие пакеты. И я показал вам OpenAid Gym. Он может использовать роботы. И здесь можно использовать для решения различных задач. Но если вы используете, собственно, симуляцию, роботосимуляцию, это, собственно, Gym, этот гибриллерик, который нужно использовать. Почему? Во-первых, потому что вместо использования, скажем так, в проприатарной библиотеке он использует OpenSource физический движок Bullet. И, собственно, также дает вам более приятный визуальный интервейс. Здесь вы видите, как различные фигурки могут помещаться, можно учить разным вещам. Здесь они пытаются обогнать друг друга, или здесь имеется вот эта вот крутая версия пинг-понга на остальном теннице, и можете, собственно, поиграть в теннис. вот этими палочками. Далее в OpenAI также имеется библиотека Universe, которая является неким расширением OpenAI. Что предлагает вам эта библиотека? Во-первых, она позволяет вам запускать окружение в док-контейнере, и, скажем так, обращаться к ним используя NVC сервер. И кто из вас знает, как запускать NVC сервер? То есть, по сути, док-контейнер – это что-то вроде виртуальной машины, которая должна изолировать ваше приложение. И NVC – это протокол, который предназначен для удалённого контроля за виртуализацией. Соответственно, вы можете изолировать ваше окружение, удалённого загрузить тем, что вы могли играть по нему по сети или локально, поскольку также он имеет возможность работать параллельно с различными окружениями. Соответственно, если вам нужно масштабировать алгоритм и сделать его, скажем так, более больше, то OpenAI Universe – это, собственно, хорошее решение. Более того, использование NVC сервера также позволяет его использовать достаточно в большом количестве различных окружений, в которых работает OpenAI. то есть вы также можете использовать вот такие, можно сказать, вот такие вот флэши игры. Единственный недостаток этой библиотеки заключается в том, что если вы используете NVC сервер, то он работает в реальном времени. Другими словами, нам нужно быть очень быстрым при выборе, если быстро выбирая действия, поскольку среда будет, скажем так, продолжает работать, не ожидая вашего ввода. Теперь давайте поговорим об библиотеке Intel Narvana Coach, которая недавно вышла, и на самом деле она достаточно крутая, потому что, во-первых, она совместима со всеми другими библиотеками, в которых используется интерфейс OpenAI Gym. Например, вот здесь у нас смывается такой робот, и он может здесь ходить, или, соответственно, могут быть задачи, которая состоит из подбора типа DOOM, когда мы подбираем пакеты с жизнью, с здоровьем. Но в Coach также хорошая интересная черта, что здесь различные алгоритмы, которые можете тестировать на вашей среде, и также здесь визуальный интерфейс со шкалами, который позволяет вам проводить дебаггинг и, соответственно, оценивать производительность вашего продукта. Если вы посмотрите библиотеку DeepMind Library для обучения с подкреплением, во-первых, мы должны поговорить о лаборатории. Это библиотека, в которой вы должны обучить вот эти шарики, которые будут осуществлять различные задачи. Вот здесь, например, в этом случае у нас имеется такой лабиринт, он трехмерный, и вам нужно научиться перемещаться по нему и, собственно, зарабатывать награды. То есть, по сути, это представляется достаточно простой задачей, но факт в том, что это трехмерная картинка, и можете перемещать камеру вокруг, по кругу есть различные цвета, и это делает достаточно сложной задачей для работы. то есть, если вы должны уметь работать с видеопроцессором, значит, не имеет смысла даже за это браться. Но, если вы хотите действительно пойти по хардкорному пути, можете использовать библиотеку поиска 2, это StarCraft 2. То есть, здесь вы видите StarCraft 2. И она предлагает вам целый ряд мини-игр на основе движка StarCraft. Вы можете решать различные задачи, например, следовать за маяком, создавать различные юниты или собирать ресурсы. И, кстати, если вы установите, пробуйте поработать с окружением, и вы проиграете игру, то не чувствую себя плохо. Это цитата, которая скрыта в этой статье от Google DeepMind, которая говорит следующее, что результаты наших исходных, скажем так, фигур показывают, что относительно простые мини-игры представляют собой достаточно интересные вызовы, которые, мы надеемся, вдохновят вас на новые исследования. То есть, на языке исследователей, по сути, это означает, что они полностью, скажем так, потерялись, и не знаю, что делать. То есть, не волнуйтесь об этом, поскольку сейчас StarCraft это настолько сложная игра, что, собственно, никто не может с этим справиться. Я со своими, я даже с моими сотрудниками, я поспорил, что они не смогут, что они не смогут выйти за уровень, скажем так, игрока, ну, что ли, начинающего, потребуется лет пять, чтобы выйти за уровень, не пойти за уровень начинающего игрока. Ну, посмотрим. Это все различные среды, которые вы можете, в которых можете использовать Python. Ну, вот давайте посмотрим на различные алгоритмы, и как мы можем решать задачи в рамках этих окружений, в рамках такой среды. Вы помните, как я уже говорил, что обучение с подкреплением, по сути, состоит из двух задач. Во-первых, нам нужно, собственно, сгенерировать набор данных, и затем нам нужно, соответственно, получить нужную функцию. То есть нам нужно использовать все, что мы знаем из машинного обучения по созданию набора данных. Первый алгоритм, в котором хотел бы говорить, это алгоритм Value Iteration, в котором процесс генерации данных достаточно простой. Вам нужно просто брать, зафиксировать каждое состояние, каждое действие, и их все нужны учесть. Это такой brute force метод. И для того, чтобы получить нужную вам функцию, вам нужно получить то, что называется значимая функция, или ценная функция. Да что это такое? Это функция, которая, которая, скажем так, работает следующим образом, это такая долгосрочная награда, которая, как мы сказали, это что-то, что является мгновенной оценкой вашего состояния. Но если мы пытаемся создавать эту функцию ценности, то есть мы пытаемся присваивать долгосрочный, что ли, коэффициент или награду, скажем так, для каждого состояния. Такими словами, мы создаем такую функцию награды для состояний и для действий. Проблема заключается в том, что у нас имеется только... награды имеются только на уровне мгновенной награды, и они присвоены только действием, а не состоянием. Соответственно, нам нужен некий механизм, который позволит нам преобразовать мгновенную награду в что-то, будет следовать нашей задаче. То есть, задача, скажем так, использования вот этой функции ценности. Давайте посмотрим, как работает этот организм Валлитерейшн. Сначала давайте посмотрим на код. По сути, мы проходим итеративно через все действия и состояния, и для каждого состояния нам требуется какое будет состояние, которое доступно нам в данный конкретный момент. Если вот здесь, что я могу сделать дальше? И для каждого из этих состояний мы будем получать вот эту функцию ценности, и мы будем обновлять нашу функцию ценности с максимальной функцией ценности и с тем, что мы можем увидеть на следующем этапе. Ну и звучит сложно, на самом деле это проще, чем кажется. Итак, мы начинаем со всех узлах функция нам дает 0, функция ценности дает 0, и здесь мы неправильно, если мы получаем неправильное решение, мы получаем ужасное решение, но есть одна точка, когда мы если мы прикольно с пунктом задать, то мы получаем 10 пунктов. Как же нам получить значение функции ценности дает 0? И начинаем итеративный процесс. Вот здесь мы начинаем, хорошо, первая итерация. Нам нужно посмотреть на все возможные состояния и получить максимум максимальную функцию и плюс награда. то есть если соответственно мы в итоге мы получим то есть мы получаем 10 пунктов только при переходе с D до F или с F до D. Далее мы опять итерируем через все состояния и мы видим, посмотрите, как это как как эта функция работает дальше. Там, где был формально 0, она кажется находится рядом с D и здесь мы получаем 10 пунктов это максимальная награда минус 1 это награда, чтобы попасть сюда мы получаем 9 точек здесь и также здесь 9 точек и тоже здесь 9 точек здесь но, как вы уже понимаете, поскольку у вас там было 10 точек мы получим сюда максимальный оценок, который мы получили 10 пунктов здесь плюс 10 пунктов для того, чтобы попасть в другую точку то есть, соответственно, мы суммируем эти пункты далее же. Следующая итерация и мы видим, как все награды или как все ценности все награды, соответственно распространятся по вашему пространству давайте позволю, покажу вам анимацию по всему пространству состояний вот это терминальное состояние и здесь посмотрите это цвета соответствует с значением функций и ценностей для каждого состояния и у нас диапазон от голубой это минимальная функция а красная, которая показывает высокую ценность нашей функции высокое значение нашей функции и видите, как распространяется это значение и как все узлы во всех узлах увеличивается значение функции ценности на каждой итерации я показываю абсолютное значение и может быть, будет понятней выглядеть вот здесь я использую полноцветную карту для каждой итерации вы видите, как цвета меняются и как функция ценности относительно другим узлам как меняется значение функции ценности относительно других узлов на карте но вот такая я не уверен, что это самая адекватная, что ли, цветовая карта поэтому давайте посмотрим с зеленым да? то есть вот терминальное состояние мы все инициализируем начиная с нуля и каждый раз, когда на каждой итерации мы видим, как распространяется значение функции ценности она растет по граншему графу соответственно что мы можем сделать мы получим некое измерение того насколько далеко мы напомнимся от терминального состояния если вы всегда побеждаете вы, естественно, в оптимальном положении и чем дальше вы от терминального состояния то теоретически тем хуже ваше положение соответственно это идея того, что мы пытаемся отобразить алгоритмом то есть мы начинаем соответственно мы из-за механизма мгновенной награды мы пытаемся построить что-то что это информация насколько вы хороши скажем так в течении времени насколько изменяется ваше состояние хорошо плюсы и минусы этого алгоритма в том, что если вы удовлетворяете соответственно в этом ситуации вы можете решать проблемы обучения с вознаграждением сейчас если поговорим о констраентах об ограничениях во-первых он требует полного знания о пространстве состояния то есть соответственно вы должны исходно понимать все награды которые вы можете получить за ваше действие и вы должны иметь возможность итерировать многократно через все пространство состояний и это приятно конечно если у вас всего лишь порядка 100 состояний но в типичных тиграх может быть может быть больше состояния чем атомов во вселенной соответственно для прохождения через все эти состояния может потребоваться достаточно большое время и соответственно когда мы попробуем Мортия попробовал применить итерацию состояний он увидел что он не может это сделать поскольку он увидел что видеориг в ней имеется то что называется туман войны то есть по сути это означает что у нас мы просто не знаем о состоянии о том как имеет состояние до того как мы его визуализируем или мы не знаем о тех наградах которые можем получить на данном состоянии таким образом по сути что происходит мы не можем итерировать обратно и в таких играх как видеоигра наши игры когда вы получаете только одну значимую награду то есть вы оказываетесь вы чувствуете абсолютно слепыми если вы не имеете доступа ко всему пространству состояния для того чтобы справиться с эффектом войны тумана войны есть эффект кю 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 И эта функция Q-Value, это что-то вроде функции ценности, но вместо присвоения значения долгосрочной награды для каждого состояния, она присваивает значение каждому действию. То есть награда это что-то мгновенное, а Q-Value это оценка этой награды для того, насколько хорошо ваши действия в долгосрочной перспективе. Вы видите, что идея примерно такая же, но вместо итерирования всего графа, вам нужно просто выбирать действия, используя вашу политику, скажем так, или подход к исследованию. И вы можете обходить среду и итерировать, скажем так, и проходить очередные эти итерации. И здесь, то что мы видим здесь, мы меняем и итерируем через все пространство состояния, используя вашу политику обстоятельств. Эпсилон Гриди Полисы, это самая часто используемая политика, практически все ее используют с некоторыми вариациями. И она включает в себя следующее, мы подбрасываем монетку, если вы получаете, вы идете либо случайно, либо если вы получаете, либо вы идете по максимально возможному значению. То есть это эпсилон параметр, он измеряет то, насколько вы доверяете вашей Q-таблице. Если она большая, мы случайно, если она низкая, то вы, соответственно, доверяете модели. То есть это значение Q-Value, к которому мы присвоили оценки для каждого действия. И в этом случае, то, как мы обновляем нашу значение функции Q-Value, по сути, такое же, как и то, что мы делали с функцией ценности, но для действий, но это, соответственно, мы ее применяем к действиям, а не к состояниям. У нас имеется основное значение, то есть это исходное состояние, и у нас имеется значение научения, которое мы получаем после... То есть другими словами, что мы здесь делаем, у нас такой взвешенный апдейт, то есть мы не можем полностью... То есть мы не забываем о себе предыдущем, но о старом значении, и мы получаем вознаграждение, которое мы здесь также учитываем. Итак, Q-обучение за и против. Если мы можем достаточно сделать много шагов, то, выбирая действие с наивысшей ценностью Q, то мы должны получить идеальную игру, и благодаря этой политике, взвешенных апдейтов, мы можем преодолеть туман войны и каким-то образом добиться чего-то без лишних итераций, прежде чем мы проитерируем через все пространство. И, разумеется, это за счет введения новых параметров, потому что сейчас вы полагаетесь на вашу политику исследования, на ваши факторы дисконтирования, и как вы соотносите свои новые ценности со старыми. Но я думаю, что самое плохое с этим организмом, это то, что Q-таблица может стать очень быстро слишком большой, потому что у нее столько же линий, сколько состояний. И когда эти таблицы становятся слишком большими, единственное, что можно с этим сделать, это использовать нейронные секции для аппроксимации вот этих вот величин Q или функций ценности. В теории, в теории, дважды говорю, нам не нужно беспокоиться о эффектах туманной войны или о сложности пространства игры. Но теперь нам нужно думать, каким образом нам обучить эту сеть. Мы не просто строим целевую функцию, теперь мы должны определить стратегию обучения и функцию для нашей сети. То есть, таким образом, масштабирование, мы жертву масштабирования в этом случае за большее количество параметров обучения. Таким образом, для того, чтобы обучить глубокое стимулированное обучение, нам необходимо разработать методологию и функцию потери. Это очень большая проблема по машинам обучения. Важно отметить, что нейронные сети здесь — это черные ящики. То есть, вместо таблиц у нас теперь нейтральная сеть, в которой мы не знаем, что происходит и почему они не работают. Я теперь буду использовать ящик MIS-X. Это крутой... Вот вы нажимаете кнопку, он запускает вот этого голубого человечка, который решает все ваши проблемы. Ну что ж, видите здесь, что глубокое обучение, то же самое, что обычное Q-обучение, но у вас есть вместо таблицы нейронная сеть, и вы минимизируете функции, которые доставляют вашу сеть учиться. Подход к Q-обучению примерно тот же самый, кроме того, что в функции апдейта величины Q, вот здесь, что у нас есть, это функция потери. Вместо того, чтобы взвешивать обе величины, которые у нас были, вы вычитаете одну из других листов, пытаетесь уменьшить потери, минимизировать. Что происходит также? Это увеличивает сложность. Теперь приходится работать с тензорами, вам приходится определить стратегию обучения, делать бетчи и так далее. И, кроме того, там 20 разных вариантов глубокого обучения, которые работают немножко по-разному. Но мне бы хотелось, чтобы вы запомнили, что это всегда основано на одном и том же принципе распространение наград назад. То есть, в принципе, неважно, какой вариант вы используете, вы всегда поймете, что эта система пытается сделать. А теперь, перейдя к глубокому обучению, почему бы не применить обратное распространение ценностей? То есть, наград, пытаемся свистеть алгоритм, используя не таблицы, а нейронные сети. Почему нам вообще не забыть об этом принципе распространения наград и ввести обучение так, как быть обычная проблема обучения, машинного обучения? У нас все равно есть генерация данных, которая зависит от нашей политики исследования, и целевая функция, которая будет названа преимуществом, которая будет рассчитываться как какой-то градиент нашей сети. Давайте вернемся назад. Мы говорили о трех функциях, о Q, о функции, теперь я буду говорить об преимуществе. Функции преимущества, они, в принципе, похожи в смысле долгосрочных последствий выбора стратегии, но ценностная функция применяется к состояниям, Q функция к действиям, и это то же самое, но вместо того, чтобы использовать ее для наград, действий или состояний, вы ее используете в качестве градиента непосредственно. Вот как работает этот градиент политики, политика градиента. То есть у вас есть процесс генерации данных, вначале, и определение вашей целевой функции, которая называется преимуществом. Вот. Таким образом можно вычислить, каким образом двигаться по пространству, и рассчитать окончательную награду за действия, которые вы выбираете. Что еще можно сделать? Вы используете вот эту вот будущую награду, и сюда вот помечаете ее в градиенте, вы передаете это в систему, вот эти вот места миссикс, и получаете вероятность действий, вы можете отбирать образцы, вы можете двигаться, и в конце концов вы сможете оценить, какую награду вы получаете. Вот если вот сюда вот поместите в качестве градиента, ну, в данном случае, а вы то есть это будет распределение ваших действий, которые будут либо стимулировать, либо запрещать определенные действия. Как вы это делать? С этой функцией вот это вот. То есть ваш алгоритм либо будет работать, либо нет. Как вы отбираете действия, рассчитываете награды, большинство людей что делают? Они играют всю игру, и затем возвращаются, то есть запускают все назад, и говорят, вот я принял вот это действие, но микрофон. То есть они просто дисконтируют эту награду, используют дисконтированное ожидание того, что они ожидают в качестве прямого градиента. Если награда отрицательное, то вы запрещаете это действие и передвигаете параметры прочь от него, а если позитивное действие, вы пытаетесь стимулировать сеть, научиться действовать соответствующим образом. Итак, вот все здесь это просто глубокое обучение, обычное. Вот, самое крутое, вы выбираете, каким образом вы движетесь через свое пространство, или выбираете функцию преимущества, но все остальное это как в обычном глубоком обучении. Но я должен предупредить, что все инструменты имеют неприятные последствия, и глубокое обучение имеет довольно неприятные последствия. Оно каждые три месяца публикуется какая-то работа, которая объявляется революционной, но истина в том, что все основные концепции этой дисциплины им уже десятки лет, и мы все время ждем, когда же мы будем способны решать больше проблем. И помните, что вы увеличиваете размер вашей сети, нейронной сети, или на самом деле вы прячете свое незнание за стеной метапараметра. Мы все знаем, что все сети могут сводиться, могут конвергироваться, но у вас будет много метапараметров. Это не окончательный список. как исследовать ваше состояние пространства, как его оптимизировать, как его определяют функцию преимущества, различные оптимизации параметров, каким образом вы генерируете данные, используете любые градиенты, или потери, и все это очень влияет на работу вашего алгоритма. На самом деле есть статья, которая говорит, что можно найти примерно 40% вариантов ваших результатов, просто в зависимости от произвольных параметров, которые вы выбираете. И хотя в теории вот эти сети, они могут улучшить вашу работу, но они являются черными ящиками, но очень легко стать пленником собственных инструментов. Вот есть несколько вещей, которые полезны было бы запомнить, и которые пытаются решить проблему глубокого обучения, стимулированного обучения. У нас почти нет контроля над тем, каким образом мы учим фичи, используя градиенты, мы просто способствуем или запрещаем какое-то действие, но мы не знаем, каким образом сеть учит ваши предпочтения. В смысле? В этом смысле мы слепы. И мы используем политику исследования, которая, в общем, произвольным образом работая с моделей, которые еще не обучены, но мы можем научиться на этом, но на самом деле воображение и планирование до последнего времени в этой области были табу. То есть вы учитесь на своей памяти. У вас нет способа планировать или представить будущее для того, чтобы найти лучший путь через разные состояния. И помните, что вы пытаясь оптимизировать градиенты, вы работаете с локальным минимумом, то есть даже если вы сделаете все правильно, может быть, локальный минимум недостаточно хорош для того, чтобы вы получили оптимальную награду. Есть куча грязных приемов, которые также работают в глубоком умчении. Это клиппинг, жизни и награды, градиенты. Что означает, что когда вы на самом деле вы продаете информацию, которая содержится в вашем состоянии для оптимизации функции потери. И даже если это помогает конвергенции, вы уменьшаете производительность вашей модели, максимальную производительность. Если, скажем, если вы меняете счет с минус одного дна плюс один, то в принципе вы можете получить от одного очка до сотни. То есть вы теряете здесь информацию. Для того, чтобы до более быстрой конвергенции люди используют память. То есть вы играете тысячу игр и храните все образы памяти. Потом отбираете образцы для того, чтобы их скоррелировать. И, разумеется, грязные приемы, как нормализация батчей, используя штрафы за регуляризацию или любые другие приемы, которые работают в глубоком обучении, они работают и в глубоком стимулированном обучении. Посмотрев на несколько принципов, которые нужно повторять снова и снова, без какого-либо вариации, надо сделать шаг назад и подумать о том, чем мы занимаемся. Сегодня методы кью-ценности имеют много вариантов, они публикуются, но в принципе, несмотря на то, что исследования продолжаются, есть что упомянуть. Я на самом деле не уверен в полезности некоторых опубликованных исследований. Вот, например, здесь вы видите некоторые цифры из Google DeepMind, где видите показатели по некоторым простым задачам. Вот, они сыграли 100 туров и выделили ярким цветом лучший результат которые они получили. Но Google, если вы можете посмотреть это в приложении дневного доклада, вы видите, что здесь есть некоторые дважды методики работают хорошо. Этот алгоритм работал хорошо. что я хотел сказать из 10 раз 90 из 100 раз в 92 случаях не давал вообще никакого результата и каким-то образом в двух случаях застеска так он что-то делал ничего не получилось соответственно на гре или серая часть это графика мы видим что вариабельность очень чайно высокая таким образом по сути это означает что либо вас действительно большой гпу и рассчитывайте скрым так можете запустить этот процесс и тысячи раз либо вы просто рассчитываете по сути на удачу поскольку то что видите здесь здесь такая громадная вариабельность что нормальный человек который неформальным образом учиться дома он не сможет просто воспроизвести полученный результат комбинации если не сможет сделать те же самые расчеты как сделал google то есть сто раз и скажем так а попытаться пройти оптимальным образом и в конце я хотел бы показать вам эту картинку из диссертации шина лего касающийся алгоритма обучения с подкреплением просчитать подпись по сути здесь говорится следующее это последний последний слайд и так по сути здесь говорится следующее что мы находимся вот в нижнем регионе со слабо доказываемыми алгоритмами то есть этот человек его автор он взял две теории одна теория говорила о том что нет простых алгоритмов которые работали бы супер как сказать хорошо то что можем доказать то что мы можем доказать имеет ограниченную производительность других каждый пытается доказать свой алгоритм и свою работу используя скажем так нормальную математику но тоже говорит этот автор потому что если мы действительно сможем найти адекватный алгоритм когда будет лучше чем все остальное и будет хорошо работать мы возможно просто не сможем доказать что он лучше работает лучше обучаем все что имеется в нашем распоряжении практически закончилось время у вас я все-таки оставлю на пару минут на вопросы и ой я вам покажу давай давайте придем к вопросам ответом и я пока запущу вот эти вот алгоритмы здесь и чтобы вы посмотрели как может проходить процесс обучения с подкреплением если у меня если у меня получится запустить этот алгоритм можно да можно еще так на самом деле то что вы показали даже с с глубоким обучением используя с языком обучением вы все еще начинаете процесс короток с чего-то случайной точке а если вы знаете что там этой проблемы то есть и если может быть какое-то приходное состояние в алгоритме по поисковых то есть какой алгоритм сможете старый алгоритм или какие-то или как это имеется другая гипотеза первичный гипотеза о состоянии то есть если и если если что-то похожее касательно скажем так ситуация когда вы что-то знаете о состоянии процент состояния естественно любую информацию то 100% состояние вы можете использовать, либо определяя кастомные награды для того, чтобы встроить, скажем так, эти исходы известного значения в распределение наград, либо можете использовать эту модель для решения других задач и начинать работу не со случайным состоянием, а со состоянием с предварительным обучением. Соответственно, все, что вы можете, все, о чем вы думаете, потенциально можете использовать. Другими словами, если вы не представляете себе, что происходит, как вы определяете первичные показатели, может очень сильно повлиять на финальный результат. Другими словами, если мы сможем определить хороший результат, о том, что вы знаете об этом конкретном окружении, вы можете получить лучшую награду. Но как вы это встраиваете в данный промежуток, например, Пакмон, Microsoft смогла получить максимально возможную оценку в Пакмоне. Что они сделали? Они создали порядка 500 различных моделей глубокого обучения. Они обучали каждую модель на обучение конкретной задачи, чтобы убегать от привидения, пытаться есть только максимальное количество фруктов. И они взяли все это знание и встроили его в сеть. Они обучили 500 сетей, чтобы решать какие-то простейшие задачи. И потом это все вместе слили и получили Пакмон. Это практически Брутфорс метод, это избыточный метод, но он показывает, как вы можете, ну что ли, встраивать ваши исходы предсуществующие знания для решения бэкзадач. Но идея заключается в том, чтобы избежать метода Брутфорса, насколько это возможно. Это да, 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 это проблема. Никто не знает, как это делать, ни у кого нет абсолютно представления, как это делать. Большое спасибо за вашу презентацию. Не могли бы вы рассказать следующее? Имеются ли какие-нибудь методы, которые позволяют вам использовать экстраполяцию из памяти, для того, чтобы улучшить результаты обучения с подкреплением, чтобы основываться не только на ваших воспоминаниях, только на памяти, но и на чем-то еще воображении или планировании. Да, да. Есть методика, которая называется Монте-Карло. Монте-Карло что-то не делают. Я вот в этом состоянии. И поскольку, если у меня есть доступ ко всем решениям, я могу просто поискать, посмотреть, где я нахожусь, как в ГО. И я сыграю несколько шагов с этого положения, посмотрю, куда я попаду. И после того, как я получу полное дерево возможных шагов, я после этого буду выбирать, куда я пойду. Другими словами, я пытаюсь сыграть игру, потом откатиться назад и понять, что если я нахожусь в этом положении, если я отсюда могу попасть в все эти зоны, все эти регионы, соответственно, я тогда решаю, куда мне идти дальше. То есть они пытаются исследовать пространство состояний, но этот метод не очень хорошо. То есть да, они работают, они смогли научить Альфа-ГО и победить всех людей и игроков в ГО с помощью этого алгоритма. Но, тем не менее, требуется очень много исследований в этой области. Ну, извините, может быть, я не очень вас понял, но какова концептуальная разница между алгоритмами, такими как Альфа-Бета-Поиска или Мин-Макс-алгоритмом? На самом деле, это варианты одной и той же концепции. Вы можете использовать ее то же самое, как вместо концепции метода Монте-Карло. Большинство вариантов глубокого обучения, они касаются попытки использования этих методов для того, чтобы улучшить масштабированный алгоритм. Альфа-Бета-Поиска